доброго времени суток youtube уважаемая психологическая комьюнити и надо сказать что несколько лет назад года два может быть два с половиной я впервые своей жизни столкнулся с таким явлением на ютюбе прежде всего как канал стоп хам канал или направление деятельности ряда молодых людей которые наклеивают наклейки противодействуют неправильной парковки водителей как правило это происходит в москве видео в санкт-петербурге в ряде других городов россии значит не дают проехать по тротуарам наклеивают наклейки вызывают крайне негативную реакцию автолюбителей владельцев автомобилей значит много много этого всего видео и с я просматривая это видео меня часто спрашивают то есть близкие родственники зачем ты это смотришь это такой вопрос от повторяется на протяжении уже нескольких лет я не могу на этот вопрос не мог вернее на этот вопрос ответить до недавнего прошлого я просто смотрел не понимая что происходит я одно время был сторонником стоп хама ну допустим там два три четыре пять дней несколько выпусков затем я понимал что в общем то что то не то происходит на экране монитора компьютера я принимал сторону водителей опять менял свое мнение сторону стоп хама и не знал что же такое происходит отношение было очень двоякая но и сейчас остается двояким но но для меня стало ясным и понятно вот я просто смотрел меня спрашивают зачем ты это смотришь вот это агрессия вот этот мордобой где-то где-то высказывание нецензурное со стороны водителей стоп хамовцев и так далее так далее так далее долгое время я неопределенно к этому относился очень долгое время я просто смотрел пытался понять уяснить а потом в один прекрасный момент может быть это произошло буквально месяц-полтора я попытался посмотреть на это с третьей точки зрения не с точки зрения водителей не с точки зрения стоп хамовцев а посмотреть с точки зрения психологии человека что же несет в себе попытался обобщить несет в себе это видео содержание каждого из роликов стоп хама в чем психологический подтекст в чем психологическое содержание того что я вижу на многих многих наверное нескольких сотен видео от стоп хама и на меня нашло для меня лично нашло прозрение прозрение это выразилось следующем слове сейчас я вам его открою своей деятельности лаборатория психологического обеспечения используя так называемый тезауру свойств личности или тезаурус словарь свойств личности всего мы применяем своей работе 92 свойства личности в оценке в работе всего 92 60 чем-то положительных свойств личности и соответственно чуть менее 40 наверное отрицательных свойств личности всего 92 свойства личности так мы используем их в своей работе для определенного обследования понимания личности человека и так далее и тому подобные вещи и вот то слово которое я сейчас выделил на экране на обобщая то что несет в себе видео от стоп хама это выражается в таком свойстве личности прежде всего для меня как прозрение на меня нашло месяц полтора это агрессивность агрессивность общества агрессивность людей люди очень злые люди становятся все злее и злее они несут себе такие характеристики как наступательность враждебность вызывающий характер поведение эксплозивность взрывчато из характера разгрыжительность оскорбительная непочтительность наглость и грубость наполнена с дерзаниями сочетающийся с непочтительностью и грубостью склон с слонность к спором ссорам и дракам Агрессивность намерений, причинение вреда окружающим, аффективное состояние, такие сопровождают это явление, как гнев, злость и, соответственно, агрессивность по нашему тезаурусу включает в себя дерзость, задиристость. Одним словом, обобщая не позицию водителей, не позицию стоп-хама, в любом случае, в любом видео, в том или ином варианте, я вижу экстрапунитивные реакции людей, агрессивные реакции, направленные вовне. В 99,9 случаях это агрессия. Я не знал, как относиться к стоп-хаму, к этому явлению с положительной или с отрицательной точки зрения. Сейчас для меня стало все понятно и окончательно ясно. Обобщая это явление, это явление агрессивность. Такое свойство, как агрессивность. Агрессивность, агрессивность, еще раз агрессивность. И это, несомненно, отрицательное свойство личности. Одним словом, не вставая на позицию водителей, нарушающих правила дорожного движения, не вставая на позицию стоп-хама, в любом случае, это негативное проявление в нашем современном обществе. Такого явления, как стоп-хам, не должно быть. Не потому, что я за стоп-хам, или потому, что я за водителей, которые нарушают права. Люди, которые делают на этом себе имя, а именно руководитель, прежде всего, этого стоп-хам, ну, бог им судья, поднимается человек, хорошо, поднимается на, в общем-то, негативном свойстве личности людей, как агрессивность. Хорошо, бог ему судья, ну, еще раз повторюсь, что данное явление для нашего современного российского общества несет негативный окрас. Еще раз повторюсь, с точки зрения психологии, психологии людей, психологии современного российского общества. Это агрессия в чистом виде. Если это явление будет продолжаться, усугубляться, демонстрироваться в каком-либо виде, будь то завуалированная борьба за права, значит, пешеходов или там водителей, в любом случае, это будет сказываться в дальнейшем негативно на то, что происходит в нашем обществе в целом. Вот такое вот обобщение я попытался сделать с точки зрения психологии. На этом, наверное, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.